Итак, доброе утро, дорогие друзья. Надеюсь, что сейчас все будет лучше, чем даже было, если это вообще возможно. Видите, у меня фон такой красивый, лампа, чтобы не торчало. Вот так лучше. Вот, хорошо, дорогие друзья, все, мы изучаем четвертую Мишну, и в ней написано так. Значит, 10, опять мы идем через цифру 10, 10 чудес, 10 чудес сделал нашим праотцам в Египте, Бог сделал, и 10 на море. Значит, те, кто в теме, те, кто в курсе, знают, что еврейский народ был в Египте, в изгнании 210 лет египетского рабства. Длилось оно 210 лет, и еврейский народ был в таком прямо прессинге, в прессинге, в таком серьезном прессинге, особенно последние 70 лет. И потом Бог сделал 10 чудес, которые 10 египетских казней, их называют, да, в истории они известны, как 10 египетских казней. И каждый песок мы вспоминаем эти 10 казней для того, чтобы понять, как Бог, зачем Он их, кстати, делал. Он это делал для того, чтобы показать миру, показать всему мирозданию, что все завязано на одного, на одного создателя и на одного управляющего миром. То есть есть один Бог, нет никакого хаоса, и Бог прямо показывал в этих 10 казнях, что Он управляет всем. Водой, животными, насекомыми, ветрами, солнцем, темнотой и так далее. То есть не было ничего, что не было бы затронуто именно вот этой системой управления Бога. Интересно, что в создателя мира верили многие, даже те же древние греки, но они считали, что Бог не участвует конкретно в ежедневном управлении мирозданием. То есть Он его создал, но дальше отпустил, и оно развивается по причине следственной связи. И основная цель египетских казней, это было показать, что Бог не просто создал мир и куда-то отошел от него, а то, что Он прям присутствует в каждом элементе мироздания, в каждом элементе творения, в каждом элементе природы, в каждом элементе вообще, который только можно представить, увидеть. Везде присутствует Бог, и это была цель 10 казней в Египте. И евреи видели эти 10 казней, была заповедь эти 10 казней вспоминать в каждом поколении, передавать своим детям, и это то, что происходит в Лейлседер, пасхальная ночь, когда мы вспоминаем эти все 10 казней. Теперь 10 также было несим чудес на море. Когда они проходили море, тоже произошло 10 чудес. Там вода и тут стояла, и там стояла, дно было плоское, ну и так далее. Было 10 еще чудес. Я сейчас не буду на них останавливаться. Главная сама идея, что Бог, когда он еврейский народ выводил из Египта, с целью, прям было написано, рабами вы были в Египте, теперь вы будете рабами мне. То есть вы будете теперь, ваша функция служить Богу, народ священников. Мамлехет Куаним, Бог назвал еврейский народ, царство священников, выгойка дош, народ святой, народ, который выделенный для служения Богу. То есть у вас какая в мире функция? Были рабами в Египте, все, считайте, вас не было. Теперь, пожалуйста, вот возьмите на себя Тору. И когда он дал Тору, то евреи сказали, на севы нишма, сделаем и даже не будем, ну потом уже будем разбираться, что, потому что, ну как мы можем отказаться? То есть мы видели своими глазами 10 чудес в Египте, 10 чудес на море. Так как мы можем отказаться? Сказали они, когда Бог давал Тору. Но что было дальше? Продолжаем Мишну. Значит, 10 макот и вия кадош бараху аля митсри. 10 ударов привел Бог на египтян в Египте и 10 на море. То есть Бог, он показывал, что он управляет природой, мирозданием. И он показал, как народ, который его поведение, оно уже переполнило границу терпения Бога, как он наказывает этот народ. И он это показал и в Египте, он наказал 10 казней египетских для египтян, и 10 раз он показал на море. То есть это было предупреждением еврейскому народу, что тот, кто нарушает волю Бога, то Бог может совершенно спокойно его наказать. То есть египтяне, они угнетали евреев. И потом, через какое-то время, они получили то же самое. Они топили еврейских детей в море. То есть они забирали еврейских детей и топили их. Это был такой приказ, чтобы фарон сделал приказ. Они утонули на море. То есть все идет мера за меру. Мир очень четко управляется, и Бог судит каждого мера за меру. Точно так же есть мера суда для народов. Поэтому через какое-то время исчезают империи. Исчезла Римская империя, исчезла Древняя Греция, исчезла Вавилон и так далее. То есть когда... Исчез Советский Союз. Когда уровень грехов какой-то страны или какого-то народа, он доходит до определенной границы. В этот момент гнев Бога, то есть это не гнев, это следствие того греха, который они делают. И опять же мы читаем книгу Йоны, мы читаем, знаете, был пророк Йона. Мы читаем сейчас вот на Йом-Кипур. Там рассказывается, что город Нинвы. В него Бог послал пророка и говорит, если вы... То есть я через 40 дней уничтожу город. И они тут же сделали тшуву, тут же они раскаялись все. И город не был уничтожен. То есть тшува, раскаяние, оно помогает даже когда речь идет о городе или о стране. Теперь, значит, прямо в этой мишне написано. Смотрите, 10 чудес Бог сделал для прорцов наших в Египте. 10 сделал чудес на море. 10 ударов Он наказал египтян в Египте. И 10 на море. То есть показал, что Бог управляет мирозданием и в плюс, и в минус. И награду дает, и чудеса делает, и наказывает. Все Он показал. И вот дальше, и дальше удивительное продолжение. Просто удивительнейшее продолжение. Уже прям, ну, как? 10, написано 10 испытаний сделали наши отцы Богу в пустыне. Как это может в голову прийти после всего, что они видели? Как можно сделать 10 испытаний Богу в пустыне? Шенеймар, как сказано, на 10 испытание Бог сказал, это в книге Бамидбар написано. «Вейнасу отти зе эсер паамим, вы лоша мубы кули». И испытывали меня это, эти, да, зе эсер паамим. 10 раз они испытывали. «В лоша мубы кули» и не слушали они моего голоса. Как это может быть такое, да, что Бог, который только что на их же глазах сделал 10 чудес в Египте, 10 казней, 10 на море, 10 раз наказал египтян, 10 раз на море, 10 раз в Египте. И после этого испытывать Бога. Как это можно, как это может быть? И на 10 раз, на 10 раз Бог сказал, говорит, все, эти уже неисправимы, нет у меня на них надежды, значит, давай вернем их в пустыню, пускай все, кто вышли из Египта, умрут в пустыне, а уже новый народ, который вырастет в пустыне, они, значит, зайдут в землю Израиля. То есть это было, вот как раз, когда Бог сказал, испытывали они меня 10 раз и не слышали моего голоса, Бог уже сказал, это поколение в землю Израиля не зайдет. Теперь я хотел вот остановиться именно на этих 10 испытаниях, которые евреи устроили Богу, чтобы написано, что дела отцов – знак для сыновей. И то, что делали про отцы, там, где они сомневались с Богом, и то, что их вот именно привело к вот такому плохому концу в пустыне, значит, это же самое, оно, скорее всего, есть и в каждом из нас. И если мы научимся это в себе замечать и не будем испытывать Бога, и не будем его гневать, мне кажется, что это будет очень хорошим итогом этого урока, разобраться, где можно споткнуться. Потому что Бог как делал чудеса, тут я не хочу останавливаться, мы все знаем, Бог делал чудеса и делает, Бог наказывал и наказывает. То есть для этого не надо разбираться в нюансах, мы видим, что это происходит сплошь и рядом. То есть и как бывает людям везет, и везет, и прям реальные чудеса происходят. И в обратную сторону бывает очень не везет, прям такие иногда события происходят страшные. Но что вызывает вот эти вот страшные события, давайте разберемся. Вот тут, я считаю, надо разобраться. Значит, 10 испытаний, мы идем по комментарию Рабейну Йона, был такой тысячу лет назад, один из великих мудрецов. Первый раз они, когда вышли из Египта, и в книге «Это шмот» написано, они возмущались на Бога и кричали, зачем ты нас вывел вообще, ну то есть через Машей Рабейну, что нету могил в Египте. То есть это они кричали перед тем, как переходить море. То есть вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего, как Авраама видно на него полагался, они начали сомневаться, зачем ты нас вывел, вот лучше бы мы умерли в Египте. Это было первый раз. Как это на нас переносится? Как только к человеку приходит какая-то сложность, то он очень часто начинает возмущаться на Бога, вот зачем ты это сделал, ну и так далее. Но бывает, что эта сложность, она должна была быть предисловием для чего-то очень большого и яркого. Как, например, у Йосефа. Йосеф праведник, он в Египте сидел в тюрьме 12 лет. И потом он в рождь, она вышла из тюрьмы и стал премьер-министром Египта. И очень часто Бог, он дает человеку какие-то сложности, чтобы потом его поднять. Но в момент, когда человек в момент сложности, он начинает выступать против Бога, то в этот момент он может себе перечеркнуть то, что было для него заготовлено, как его, как уже следующий этап награда. Значит, первое, не размущаться на Бога. Дальше. Второе то, что сделано было, смотрим. Значит, второе испытание, которое они устроили Богу, значит, второе было, это и жаловался народ на Муше, потому что была горькая вода. Опять же, они пришли к какому-то месту, была там не очень хорошая вода, горькая, и они опять начали возмущаться, жаловаться. То есть можно было попросить, можно было сказать, нам нужна вода хорошая. Но можно свое возмущение высказывать через негатив. Вот все плохо. То есть здесь очень часто в жизни это касается каждого из нас. Когда что-то идет не так, можно сосредоточиться на описании того, что идет не так, на размышлении о проблеме, а можно сосредоточиться на размышлении о решении, на позитивном подходе. То есть можно думать, как мне плохо и как может быть еще хуже. Можно думать, как я хочу, чтобы стало в данный момент хорошо, что я хочу, чтобы было, чтобы, то есть перейти на передний привод. Вот они второй раз жаловались и возмущались, вместо того, чтобы просто попросить и получить тот же самый результат, но без конфликта с Богом и с Маше Робейном. То есть жаловаться. Первое это тоже было жаловаться. Второе это тоже было жаловаться и возмущаться. Третье. В пустыне Син они просили хлеб и жаловались опять же на то, что было раньше лучше. То есть это нам Шлома Меллах Мишля объяснил, что человек, который говорит, эх, вот раньше было лучше, он глупо себя ведет, потому что раньше оно уже исчезло, нету раньше никакого. Да, есть только твои домыслы о том, что раньше было лучше. И человек, который все время погружается в то, что раньше было лучше, чем сейчас, он просто себе добавляет страдания, абсолютно от этого ничего не выигрывая. То есть абсолютно нету выигрыша никакого. От того, что ты говоришь, что раньше было лучше, чем сейчас, то есть ты наоборот себя делаешь хуже. Интересно, что вот бывает такая фраза есть интересная, боль, она приходит в жизнь каждого из нас, а страдание опционально, потому что есть люди, которые страдают по старой боли, люди есть, которые боятся будущей боли, которая может быть, и они страдают в сам момент вот этого переживания, страдания, это выбор человека. Понятно, да? Теперь двигаемся дальше. Значит, они, это было у нас третье, они сравнивали, как раньше было лучше. Третье, четвертое, четвертое, они спрашивали, спрашивали, такой вопрос задавали, а есть Бог среди нас или нет? То есть, понятное дело, что он был среди них, он шел впереди огненным столбом, он шел сзади, там их защищал, они были в облаках славы, только что было 10 испытаний, 10 было казни Едипетских, только что перешли море. Что за вопрос такой, а есть Бог с нами или нет? Именно за этот вопрос, когда они начали сомневаться в Боге, в этот момент перешел Амалек и начал им доставлять страдания. То есть, когда человек сомневается, вот смотрите, представьте, вы подошли к какому-то человеку, такому, ну, влиятельному, и вы подходите и говорите, да, сомневаюсь я вообще, можешь ты что-то или нет. Это перед просьбой помочь, или даже еще лучше, он вам помогал, помогал и помогал. И тут вы к нему приходите и говорите, сомневаюсь я, будешь ли ты мне и дальше помогать или не будешь. А он спрашивает, а почему ты сомневаешься в это? Значит, у тебя есть основания сомневаться? Я тебе оснований не давал, подумал бы такой человек. Я тебе не давал оснований. То есть, само ожидание от Бога, что Бог сделает тебе плохо, является, можно сказать, ну, мне хотелось сказать слово преступление, но это не преступление, потому что надо всех судить с хорошей стороны. Когда ты сомневаешься в Боге, то ты делаешь себе же хуже, и ты уменьшаешь ту помощь, которую Бог мог бы и хотел бы тебе сделать. Вот то, что они сделали, они начали сомневаться, есть ли Бог в их среде или нет, что само по себе уменьшает радость Бога от общения с ними. Значит, пятое испытание, которое они делали. Они оставляли ман до утра и брали с запасом. То есть, смотрите, им Бог сказал, я буду вас кормить каждый день маном, только вы берите себе одну порцию на один день. Понятно? Понятно, сказали они. А сами в этот момент брали ман с запасом на два дня. То есть, вы думаете, насколько это похоже на поведение человека, у которого все хорошо, а он продолжает сомневаться и думать, а вдруг завтра будет плохо. Это знаете, как есть анекдот, когда Рабинович, он всю жизнь копил на черный день. И вот он уже постарел, и он уже постарел, и он накопил очень много. И Рабинович с нетерпением ждал, когда наступит черный день, потому что он столько скопил, что просто некуда уже было складывать. Вот очень часто человек таким образом, иногда это смешно, иногда это есть, как говорил царь Соломон, есть богатство, которое хранится для зла. Ну, то есть, человек хранит это богатство, но оно ему во зло. Я думаю, что 99, там 90 процентов, не знаю, сколько в процентах, но евреев, когда изгоняли, убивали и так далее, то это все было целью грабежа. То есть, евреи всегда копили вот это вот, то, что осталось с пустыни, что они даже ман собирали с запасом. И евреи, вот это вот качество беспокоиться о завтрашнем дне, оно служило плохую службу. То есть, с одной стороны, ты как бы складываешь себе, складируешь, как муравей, на завтрашний день. С другой стороны, когда вокруг голодные толпы, то они, видя это, они тут же хотят все это забрать. И вот мы, если проследим еврейскую историю, то главным принципом всех притеснителей было ограбить. Ограбить. Даже вот Баби Яр в Киеве, да, им сказали, возьмите с собой все ценности, и значит, мы вас переселим. И у них все забрали, то, что они не забрали. То есть, это все началось в пустыне, когда они, когда они начали, имея пищу на сегодня, они беспокоились о завтра. Они беспокоились о завтра. Дальше. Шестое испытание. Шестое испытание. Шестое было такое испытание. В рефигим они тоже связано с водой. То есть, они все время, если взять весь смысл всех испытаний, они боялись будущего, они боялись, что Бог не с ними, и они все время говорили, что вот ты нас бросил, ты нас оставил, и так далее. И к седьмому, седьмое испытание, которым они Бога испытывали, они сделали золотого тельца. Это было седьмое испытание, когда они сделали изображение, после того, как Бог запрещал сделать изображение. И хотя очень многие комментаторы, они объясняют, что там была очень маленькая, маленькая была ошибка их, да, то есть, они хотели продолжать служить Богу, просто они хотели какое-то материальное воплощение, вместо Мушей Рабейну, и там целое есть исследование про этого тельца, многие, почти все великие мудрецы, они на эту тему говорят, но, тем не менее, мы знаем, что это был большой грех, и Бог даже хотел уничтожить в рейсе народ, и Мушей Рабейну еле упросил Бога, чтобы он этого не делал, и, то есть, это было седьмое испытание золотым тельцом. И точно так же, как вот этот телец, это было олицетворение сил природы, то есть, на тот момент телец, бык, это было самое такое мощное животное, которое, которое именно природно, природно олицетворяло силы природы. И сейчас мы тоже очень часто придаем слишком большое значение образованию, там, без бумажки ты букашка, каким-то вот этим вот материальным, сиюминутным интересам, думая, что кто-то может человека там обидеть, или накормить, и так далее. Все от Бога, все от Бога, и бояться надо только Бога, и надеяться на Бога. То есть, понятно. Теперь, дальше, значит, это был золотой телец, это было седьмое испытание. Восьмое испытание, значит, они, ну, в общем, тоже жаловались, им все время было мало, и даже был момент, когда они просили, просили слав, слав, это перепела, то есть, они говорили, нам мало мяса, у них было мясо, у них были стада, у них было, эти перепела были, но они говорили, нам мало, мало нам, да еще. И Бог уже послал этих перепелов столько, чтобы он, то есть, они просто засыпали, засыпали стан, и было отравление от вот этого мяса, но, это тоже качество, вот, многих людей, я смотрю, которые вроде бы и все хорошо, и все нормально, но вот этот вот постоянное, мало, да еще, и так далее. Знаете, есть известный тоже анекдот, когда один еврей шел по улице, вот это как раз правление этого качества, шел по улице, и нашел бумажник, нашел бумажник с деньгами, и он взял, пересчитал деньги, и говорит, не хватает, не хватает, мало. То есть, это, такое прям прошивка качества, оно есть не только у евреев, оно есть, я думаю, у большинства людей, что, что бы у тебя ни было, вот, интересно, я сейчас выступал на там зал, около 30 тысяч человек должен был быть, я выступал первый, было меньше людей, люди опаздывают, вы же знаете, да, и, значит, я вот про себя думал, ну, я вначале думал, может расстроиться чуть-чуть, да, мало было людей, потом думаю, как чего расстраиваюсь, как я вообще могу расстраиваться, то есть, я на сцене с самыми там известными людьми в мире, да, Арнольд Шварценейдер и так далее, то есть, среди, именно тренеров было всего лишь только двое на этой сцене, это я и Радислав Гондопас, то есть, я, слава богу, в своей профессии достиг, ну, там, вершины, да, которая может быть, как я могу расстраиваться, то есть, из-за чего, почему я не вижу то, что хорошее, что у меня есть, и почему я должен обращать внимание на то, что мне не хватает, до какой-то идеи, как оно должно было быть, то есть, я себе придумал идею, получил реальность, реальность это то, что мне дал бог, то есть, та ситуация, в которой ты находишься, это реальность, она, вот, она есть, она следствие того, что ты делал вчера, и она может стать причиной для чего-то в будущем, так, самый глупый способ, это начать осуждать ту реальность, которую ты же сам и создал, возмущаться на того, кто управляет мирозданием, на Бога, и вместо того, чтобы сказать ему спасибо за то, что есть, и я очень тебе благодарен, что оно именно так, а не как могло бы быть 100 лет назад, 200 лет назад, и так далее, спасибо тебе за то, что есть, и я хочу, покажи мне, что я должен сделать, чтобы было лучше, и то лучше, это иллюзия, потому что, кто знает, лучше не лучше, то, что есть, оно и есть самое лучшее, понятно, да, и вот этот подход, он очень важен, и последнее, десятое испытание было, которое, после которого Бог сказал, что все говорит, это уже конец, вот после этого испытания, уже все заканчивается, в пустыне Паран, когда они послали Мираглим, разведчиков, и там сказано, вы насу, тизе, эсерпамим, и там Бог сказал, вот они испытывали меня уже 10 раз, это когда они подошли к земле Израиля, и, значит, послали разведчиков, и стояли месяц, ждали, разведчики вернулись, и 10 разведчиков сказали, что мы не сможем захватить эту землю, и народ поверил именно им, не поверил Мошер Абейну, Аарону, не поверил Иошу Абиннуну, и Калеву, они сказали, конечно мы сможем, с нами Бог, слушайте, как мы можем говорить, мы не сможем, если Бог нас привел до этого момента, и все он делал за нас, как можно сомневаться в Боге, но народ сказал, нет, начали плакать, это как раз 9 авгу, в этот день были разрушены первый храм, второй храм, потом в истории, и Бог сказал, вот сейчас вы плачете зря, вот вы плачете зря, нет причины плакать, то есть я вам приготовил страну, вы должны были бы зайти, тоже чудом, должны были бы победить, но так как вы 10 раз меня испытывали, вы мне не доверяете, вы сомневаетесь, вы жалуетесь, и так далее, значит, все, возвращайтесь в пустыню, я буду чудом вас в пустыне 40 лет содержать, и кормить маном, с неба будет падать ман, чтобы вы запомнили, даст Бог день, даст Бог пищу, не должен человек бояться завтрашнего дня, если у него есть что кушать, и все вот эти вот беспокойства и так далее, это все то, что испытывать Бога называется, то есть человек, который хочет Бога не испытывать, он ему должен доверять, просто довериться и сказать, что я до сегодняшнего момента, ты меня довел, прошло уже несколько десятков лет, и всегда мне было что покушать, и так далее, то есть все, нет у меня никаких оснований сомневаться, что ты меня завтра оставишь, и вот именно такая вера, как была вера у Авраама, прочитайте предыдущая Мишна, 10 испытаний, которые прошел Авраама Вину, у него тоже было, Бог тоже ему давал ситуации, в которых можно было прямо сказать 10 раз, что ты меня оставил, ты меня забыл, все, но Авраам все 10 раз, он беспрекословно выполнял волю Бога, и в итоге 185 лет счастливой жизни, вечность в молитвах людей, Авраама Вину и на небе, Авраам, он там сидит сейчас, Авраама Вину, и наслаждается тем, что он сумел создать целое новое человечество, да, он, у него не было детей до 87 лет, а сейчас он Авраам, Авраам наш праотец, его называют уже 4 тысячи лет так, все, на правду, видите, вот, все на правду, хорошо, дорогие друзья, все, давайте подведем итог, то есть, не жаловаться, не обвинять, не выступать против Бога, доверять Богу, и благодарить Его за то, что есть, вот это мой личный вывод, все, вам спасибо большое, удачи, успехов, напишите, пожалуйста, вместо спасибо, свои выводы из сегодняшнего урока, поделитесь, очень классно, если у вас есть какие-то дополнительные материалы, про испытания, что-то вы знаете про это, тоже поделитесь, то есть, стора, она изучается в, не просто в слушании, а именно в ее обсуждении, в ее углублении, поэтому давайте в комментариях напишем, что вам, что вам на эту тему лично самому стало понятно, и дайте, может, какие-то свои материалы, если у вас есть на эту тему, поделитесь с другими, все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, и до завтра, счастливо.